Гора Гараев. Гордость Азербайджана и великие композиторы 20 века. Гора Гараев. Игра. Образ легкий, прозрачный. Использование лада раст придает музыке бодрый, светлый характер. Гора Гараев. Мелодия обогащена нисходящим секвензиями. Гора Гараев. Также обогащена мелизмами, и это напоминает стиль Мугама. Связь с народными истоками усиливается при введении ладовых оборотов в шуб. Пьеса изложена в простой трехчастной форме. Тональность до мажор. Темп аллегро бивачи. Ритм упругий и острый. Пьеса обогащена динамическими оттенками, нарастанием звука и постепенно затуханием. Здесь также используется триоль с шестнадцатыми синкопированным последним звуком. При разучивании пьесы нужно мысленно разделить пьесу на сходные по ритмическому рисунку мотивы. Например, два-двутакта, потом трехтакт, затем два-четыре такта и так далее. Йоганн Себастьян Бах. Именция. Ля-минор. Образ жизнерадостный, яркий. Вид именции имитационный. Тема начинается с кварталого хода, что придает мелодии бодрость. Именция написана в двухчастной форме. Причем каждую часть можно разделить на два раздела. Ритмический рисунок состоит из смены шестнадцатых и восьмых нот. Связанные исполнения чередуют со стаккатом. Одной из задач является выявить имитационный момент. Имитационный момент. Для этого нужно несколько сильнее выделить две первые из четырех восьмых. Моцарт. Саратина. Это одна из венских саратин под номером четыре. Тональность си-бемоль-мажор. Характер саратина в общем изящный, грациозный. Тема главной партии начинается с легких тетций, исполняемых мягкими стаккатами, что придает звучанию изящность. Тема побочной партии по содержанию более глубокая. Ритмический рисунок состоит из смены коротких и протяжных нитенностей, легата и легких стакката. Также есть пунктины ритм и форшлаги.